Салют! И с вами снова Нелнара и Денис Ефимчик, который задаст новые вопросы. Денис? Привет, друзья! Руслан, скажи, пожалуйста, ты не раз говорил, что пока еще мы поднимаемся или уходим из Земли поодиночке все еще. Но для того, чтобы покинуть Землю, необходимо только одно условие, то есть подняться до n-ной вибрации или плотности, кто-то говорит, до определенного измерения. И автоматически, например, когда ты поддыхнешься до 5-го, 6-го измерения плотности, ты сможешь сразу покинуть Землю, но не раньше. Или есть еще другие условия, критерии, которые нужно выполнить, чтобы покинуть Землю? Расскажи потом. Есть ли другие обходные пути? Если назвать путь, это набор опыта, от которого... Набор такого количества опыта, от которого ты как воздушный шарик автоматически поднимаешься. Без усилий, когда ты прошел через многогранный опыт, побыл во всех видах тела, прошел через все виды тел на Земле, разумных существ тела, разные виды человечества, пожил в разных странах, работал на разных профессиях, освоил разные виды деятельности. Вот когда у тебя прошел на Земле сотни жизней, или может быть больше я не... Да, есть. Есть такое количество опыта, от которого ты уже становишься мастером во всех видах деятельности. И настолько тебе становится... Так, ты мыслишь настолько быстро, что... Ну это тоже получается связано с вибрациями. Ты уже успеваешь... Тебе настолько уже становится то ли скучно... Нет, ты уже видишь других людей и других существ, более быстро соображающих, более быстро мыслящих и даже уже общающихся телепатически, с которой у тебя начинается автоматическая телепатия. А потом ты начинаешь видеть, что эти существа живут все дольше и дольше, и ты тоже переходишь на их способ жития, и ты начинаешь сохранять свое здоровье на все большее количество лет. И продолжение жизни из-за этого увеличивается, да, ты становишься бессмертным физическим телом. Твое физическое тело перестает умирать, и тогда ты живешь сто, триста, пятьсот, тысячу, несколько тысяч лет в этом физическом теле. И оно уже автоматически, но очень медленно повышается в чистоте. Или пройдя опыт трехмерный, потом много сотен лет... Хотя тоже по-разному. То есть насыщенность трехмерным опытом, а потом четырехмерным, автоматически поднимает тебя в пятимерное состояние физического тела. Это через накопление большого количества разных видов деятельности и смен тел. Хотя и так, и так. Через очень медленное... Очень медленное, очень длительное проживание... Так, здесь есть очень быстрые подъемы в состояние возвышенности. Или есть медленные, когда сотни жизней на земле превращаются в такой боготовый опыт, когда автоматически ты уже общаешься со все более возвышенными людьми или более интеллектуальными. И переходишь... А потом становишься таким же бессмертным или даже не совсем бессмертным, а долгоживущим. Сотни и даже потом и тысячи лет. Вот тогда ты автоматически уже не переплощаешься, а ты переходишь в пятимерное состояние, еще живя на земле. И можешь дальше, в шестимерное, еще на земле. Но в пятимерном состоянии ты уже не можешь усидеть на земле, потому что оттуда путешествия, телепортация на другие планеты и другие измерения, получается у тебя автоматически все легче. То есть можно это сделать, как ты говоришь, и быстро, буквально за одну-две жизни. Просто я слышал, что у монахов восточных есть практика, когда они совершают буквально за одну жизнь так называемое возвышение. И у них даже тело проходит через аппетитные метаморфозы, а они его просто каким-то буквально чудесным образом покидают. И это они делают все за одну жизнь. Есть такое. Да, это очень быстро, хотя что предшествовало этому стремлению монахов, это еще надо смотреть. Кто-то из них, возможно, пришел только-только и сразу ушел. А кто-то прошел через большое количество жизней, и ему больше неинтересно жить, как все. А ты как раз упомянул про бессмертие, и я тоже как раз у тебя хотел спросить, можно ли биологическое тело, такое, какое оно есть у нас, вот сегодняшнее, каким-то образом сделать бессмертным наше современное биологическое тело? Можно. Можно, да. А каким образом это, это, разве на это не влияет в основном ДНК? ДНК ты разрабатываешь, ты каждый взращивает свою ДНК, увеличивает и активирует, да, и развивает, то есть заполняет информацией, энергией, эти спирали, сам, из опыта о жизни здесь и на других планетах и в измерениях. Просто не слышно ни одного человека или какого-нибудь случая, когда реальный человек стал бессмертным. Такого я в таких случаях не слышал в современной жизни. А, может быть ты, может быть ты не искал или еще не успел, потому что для ищущих, желающих найти, сегодняшний интернет предоставляет возможности именно найти. Даже без интернета, все-таки есть такие, я могу назвать таких двоих, которые более-менее известны. Это Сен-Жермен, если вы поищите информацию о нем, вы начнете узнавать, я говорю это всем телезрителям и слушателям. И тот, тот Гермес Трисмегестис. Да, это очень интересно, я даю информацию про это, потому что ты сказал, будет интересно, так сказать, подгуглить. Хорошо, еще упомяну, что есть вознесенные мастера и вознесенные учителя. Их не так много, но все-таки они есть. Они все как раз прошли через вознесение или мягкое вознесение, как раз став бессмертным, пройдя через трехмерный и четырехмерный опыт. Если вы погуглите вознесенные мастера или учителя, вознесенные или вознесшиеся, то вы найдете о них информацию. Есть живые примеры. И, наверное, мы с Мэтом прощаемся с вами. До следующих встреч. Пока. Всего хорошего. Спасибо, друзья.